Это в руках бахилы у Галины. Она собирается не к зубному идти, а показывать квартиру. Потому что квартиру уже купили, там сделали ремонт, все отмыли, и мы сейчас идем туда на приемку. История этой квартиры какова. Сейчас уже вечерок, не очень ясно видно. Обратился к нам наш старый клиент, который в свое время, примерно год назад, покупал участок. К сожалению, через нас он участок не купил, но при покупке квартиры для своих родителей, он обратился к нам, вспомнил нашу работу совместную, обратился к нам, чтобы мы ему помогли приобрести квартиру. Для родителей. Задача была непростой, потому что сумма для покупки была совсем небольшой. Максимально это 2-300. Требовалась двухкомнатная квартира с невысоким этажом. Таких квартир было 7. Все квартиры вычеркнулись, потому как он практически половину смотрел с другими агентствами, и оставалась одна квартира, которая не попадалась ни у одного агентства. Вот это была та самая квартира. Значит, цена этой квартиры была выше, цена была 2-350. Квартира просторная, мы видим, что зал примерно 21 квадрат. Кухня 11 квадратов, спальня 10 квадратов. Значит, было принято решение, покупаем. Мы связались с собственником. Собственник, женщина находилась на Сахарине, выписала доверенность на своего папу, который здесь, в горячем ключе, проживал, представил все документы. Но хотела бы еще сказать следующее, что перед нами была очень сложная задача. Клиент купил билет туда-обратно на 2 дня. То есть за 2 дня мы должны были провести сделку, проверили все, привели в соответствие, если чего-то не хватает или не такое. Так вот, самое интересное началось с того, что доверенность была выписана женщиной 2 года назад, тогда, когда у нее был другой паспорт. По исполнению ей 45 лет она меняет паспорт, и стоит дилемма. Доверенность, действующая на законных основаниях, должна была быть принята Росреестром. Но момент такой, что должен был быть, была быть копия паспорта, заверенная Натальюсом, ее не было. Мужчина очень расстроился, потому что квартира понравилась, и именно то, что хотелось. То есть закрытый дворик, со шлагбаумом, хорошая площадка перед домом, прекрасные насаждения, ландшафтный дизайн, все то, чего хотелось. И непосредственная близость ко всем магазинам, к центру-центру. Получаются риски нежелательные при покупке, возможная приостановка, и, конечно, отложенные билеты, которые им были уже куплены на обратную дорогу. Мы решили все вопросы в течение, ну, скажем так, одной ночи. Сыграло, конечно, нам на плюс то, что мы очень много работаем с нотариусами, и благодаря тому, что мы предложили, чтобы женщина выписала новую доверенность, и по спецпочке между нотариусом есть такая, была отправлена новая доверенность в соответствии с новым паспортом действующим, действительным. Мы эту сделку провели на второй день. Ура, все сложилось. Ура, квартира была в плохом состоянии. Да, я еще хочу сказать, цена, мы вышли как бы за рамки той суммы, которая имелась у клиента. 2,350 – это была цена продавца. Но в процессе всех переговоров мы смогли убедить продавца уменьшить стоимость на 150 тысяч. Это был приятный бонус для покупателя. Мы сами всегда рады, когда удается сделать все, чтобы человек мог купить. И осталась у него сумма для того, чтобы квартиру, которая была в очень плохом состоянии, привезти в аккуратное, чистое, со свежим ремонтом квартиру, которая просто выиграла, скажем так. Так, если ее заново поставить, ну, тысяч на 700 она в цене поднялась. Вот, теперь мне бы хотелось сказать, что человек, который приехал на 2 дня, мы сделали ему приятный бонус, познакомив его с ребятами, которые занимаются ремонтами. Кстати, сейчас их бригада делает ремонт моей маме в квартире. Вот, я хотела бы познакомиться. Дальше пошли выбор обоев, выбор ламината, приятные скидки мне об этом сказал Андрей. Добрый день. Меня зовут Евгений, компания «Элис». Мы международная сеть ремонтно-строительных компаний. Мы занимаемся отделкой помещений под ключ. К нам обратилась Галина, агентство недвижимости «Голубка», и попросила помочь ее клиенту. Клиент приобрел квартиру, вторичное жилье, двухкомнатная квартира. Он, значит, здесь был ограниченное количество времени, и мы с ним буквально за 2 дня встретились, услышали все, что ему необходимо, и сделали замеры, составили смету. Плюсом поехали с ним по нашим магазинам-партнерам, с кем мы работаем. Они предоставили ему скидку, его все устроило, и буквально за короткий период времени мы сделали косметический ремонт в этой квартире. В этой квартире мы заменили полы, здесь был линолеум, мы поменяли полы на ламинат, установили накольный млинтус, поклеили везде обои, стены были покрашены, и также натянули потолки. Также в двух комнатах на кухне и в спальне мы заменили оконные блоки, сделали откосы, все покрасили, поклеили обои, уложили везде ламинат, на этом наша работа закончилась. На время работы это ушло буквально 10 дней, и бюджет был у клиента ограничен, мы сделали ему скидку, на весь ремонт у нас клиенту обошелся 85 тысяч рублей. Ремонт под ключ. После завершения работ мы сделали влажную уборку, клининговую уборку помещения, и, собственно говоря, на этом все, ждем его, чтобы вручить ему ключи уже от ремонтированной квартиры.